Ну вот сейчас мы уже находимся в лагере, получается, здесь высота 2200 метров, это на одноуровне моря. Чтобы понимать примерно ландшафт, рельеф к этой местности, мы можем посмотреть на карту. Мы сейчас стоим где комплекс отеля Ларченко, да, здесь все 2200. Наш маршрут сейчас будет по желтой тропе, вот с этой стороны. И вот здесь, если видите, речка идет. Ну, отсюда дойдем до водопада. Если выше подняться на 3300, то у нас хижина Радска получается. Это алплагерь, как раз базовый лагерь для альпинистов, кто поднимается дальше на вершины. Если видите дальше хижина Радска, видите, это язык ледника, идет такой хвост и поворачивается направо. Это аксайский ледник, возраст, который имеет более 1000 лет. Средняя глубина ледника 100 метров, в некоторых местах доходит до 200 метров. Это вот сама толщина ледника. Толщина ледника, это метил толщина льда. Толщина льда, да, то есть с самого вверх есть до дна. Здесь от самой хижины уже порядка 15 пиков можно взойти. Это начиная как раз с пика бокс и вокруг называется аксайская подкова. Да, причем подкова, потому что пики расположены в форме подковы вокруг ледника. То есть ее еще называют аксайский цирк и аксайская подкова. Здесь очень большой, скажем, выбор по альпиническим маршрутам, по туристическим маршрутам. Если даже собрать, многие говорят, даже в советских времен, а варчай считается равен альпинистам. Более 150 маршрутов для восхождения, начиная с единички, да, по категории сложности, заканчивая до сложных, до шестерок категории сложности. Здесь, если свернуть направо, чуть не дойдя, как рассказывал, кладбище альпинистов, он находится уже в этой стороне получается. Далее уходит уже дорога к озеру Адыгене, одноименный ледник Адыгене, тоже на высоте 3600 получается, 3500-3600. Оттуда как раз таки есть сам ледник, озеро и находится также пик Адыгене. Здесь тоже есть несколько различных маршрутов на восхождение, на пике, более-таки относительно легкие туристические маршруты. Если мы пойдем прямо вдоль реки, это у нас река Аларча, до ледника Аларча, то есть Большой Аларчинский ледник, у нас получается 16 километров от этой точки. Вся основная вода как раз таки стекает именно с самого ледника и, соответственно, по пути уже добавляется к этой реке Аларча. Уже тут Аксайская, получается, река, здесь Адыгене, это все потом уже уходит в город Бишкек. Вот, вкратце, здесь именно по данному ледникам. Самый высокий пик здесь, пик Семена-Тешанского, 4895 метров, в этом отроге посчитается. Это вот как раз таки, скажем, вид сверху с плечи полета, дальше мы сейчас это изучим уже сами, своими ногами.